не дышим действительно все радуемся тому что у нас есть так вот так вам лучше будет видно начнем и товарищи все друг другом уже перезнакомились перездоровались я думаю да все все понимают да однако здравствуйте однако да привет с вами сегодня начну 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 вот прям сверху снизу как у меня в скайпе начну всех здоровать здороваться познакомить вот ну наших зрителей да у нас будет же зрители я надеюсь сверху у меня и у меня идет иван пират он же с канала иван пират а еще он пират иван я говорил да вот следующий у нас идет скифы у него свой тоже канал есть все ссылочки я сделаю на на мониторчике так что все нормально будет вот скиф привет тебя скиф просто просто скиф просто скиф просто скиф просто скиф просто гренка евро гренка просто гренка я еврея сегодня в галстуке евро гренка шалом или нет ли да и следующий у нас уверен фульферин с канала до фульферин геймс не прожил как у тебя геймс геймс да я я без да ну ты понял и артем клим хардкорщик наш всех приветствую вот и сегодня мы немного в необычную такую игрушку поиграем в плане в том что знаете последнее время все жалуются вот графика говно где у 2007 знаете вот а я вам предлагаю такую игру в которой самый лучший движок в мире это ваш мозг который вы только сможете себе придумать я буду вам описывать события которые будут происходить вокруг а вы уже додумываете мир фэнтези такой где у нас драконы возможно летают возможно там по лесам какие-то проблены бегают но вы живете все практически все в городе вот начнем с нашей парочки вульферин и гренка как ваших персонажей зовут я уже говорил не в я не я ничего не слышал аурик ханк меня зовут аур и кстати советую всем игрокам наши ну кто играет хотя бы бумажечки геню и записывать имя хотя бы ждите хотя бы чтобы быть в курсе как общаться обращаться к данному человеку хотя бы имя ну аурик алрик через алрик как ульфик буревестник только алрик нечет напомнила с курим только я это с карима еще придумал да алрик хант я запомнил только с карим с курим что там был алрик хам 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 я не хам алрик хант кто-то я пиши себя как ты выглядишь алрик так и выглядишь вечно он но он был как пакман да ну вот собственно длинные волосы большой плечистый мужик бороды я не имею как таковой гладко выбрит она настолько сурово что внутрь прячется ну собственно вот ты воин да я так понимаю да я воин человек наемник человек до гренка кто ты как тебя зовут как ты выглядишь я я не буду описывать как я выгляжу потому что я не умею писать я скину в чат сразу картинку я нарисовал какие она будет и прилеплена как-нибудь рядышком да 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 вот и ну а там и написано лет лет имя ну во первых мне сказали что я эльф поэтому мне должно быть как минимум лет 70 я старая а внешний вид какой внешний ну молодой эльф или достаточно молодой не очень высокий эльф в зеленом плащике с луком бегаю рыжая ладно выбирайте цвета у нас тут есть цвета вот такие вот выбирайте цвет у нас есть черный цвет черный черный дыркой с дыркой будет дырочный черный наш не подожди цепи раз подожди пусть они сначала синий и оранжевый до оранжевый вульферен синий да 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 у меня фишки вроде в виде пластилина но это даже плюс в некоторых моментах велики окей представляем такую ситуацию дима у мастера все пропало ребят все отменяется мне помогать фломастер пропал возьми мою ручку на я не ехалирую серьезно от атакой палец и рисую кровью это неинтересно а у меня на это слишком не хардкорно церкви все очень горно секунд по хардкору давай фломастер прячься жеки идет за тобой ну давай евгений потерял а что у тебя под доской под доской ноги не у него под доской что то решало может как раз фломастеры это были ноги я тебе отвечаю это тайна которую мы не узнаем ха 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 сталкер там бежене по уроку реклама книг пошла скрытая реклама я помечу это видео м м закрою это какой нибудь картинту тут очки так и те где вы там вот так поближе поставлю представляем такую небольшую ситуацию вы кстати расхитители гробниц такие ну как бы это не заезжено звучало вы любители наживы но такие знаете как бы не то что плохо лежит а то что уже давно плохо лежит то есть чтобы взять такое чтоб никого никто не возмущался то есть представьте себе через лес густой лес там где-то цикады орут или еще какая-нибудь кошатина какая-нибудь там рядом пробегает мяу и камера такая да и камера такая влетает и камера влетает просто в дупло дерева ну представьте да срежиссируем этот момент камера влетает в дупло нормально прохитикаться надо это я понимаю влетает в дупло дерево через это дупло по корням как-то там по норочкам перелетает аккуратно в катакомбы а из катакомб медленно замедляется и мы обнаруживаем двух наших героев стоящих спиной ну камера на спину их смотрит и они стоят перед таким вот ну грубо говоря залом в зале колонны стоят вот такие колонны да скажем так ну тут считаем лесенка есть такая я рисую как курица лапы так что все норм здесь у нас такой пьедестальчик небольшой пьедестальчик чтобы вам было понятно так блин мне придется вверх ногами рисовать так что пьедестальчик выглядит что-то типа этого на пьедестальчике вы видите такую ну как знаете тари лицу такую тут орел представляем что это орел орел жив-цел орел вот здесь пьедестальчик ну приставим представляем это вот это здесь стоит вот здесь он стоит вот ну так как то я не знаю оружица получилось смешно так вы стоите вот вы знаете что это древнее место очень старое место то есть возможно какие-то подвохи ваши действия не дышать товарищи не стоять на месте тебя там нет клим они вдвоем там они опыт восхитителей гробниц уступим девушки джентльмен настоящий ну ну что смотреть пол смотришь пол ладно у тебя и мы играем по кубик кстати правило сейчас сразу выдвинем правила мои придуманы лично так что не обессудьте мы не хардкорны мы вообще я так понял целиком и полностью играем все вместе ну впервые в такую игру ну фут одну из первых я слышал твой опыт вульферин с обезьянами так что ладно это его не учтем его не учтем берем такую фишку у всех у нас у игроков у вас точнее меня здесь нет есть плюс то есть кубик d6 то есть шесть цифр да если вы подумали я не знаю это эхо эхо в твоей голове у тебя второе альтер эго есть вот кому то пора психбольницу да у нас есть кубик d6 если выпадает 1 2 значит у вас ваша задумка получается сто процентов и вы молодцы вы идете дальше как вы задумали если меньше значит нет ничего не получается у некоторых персонажей у или сара к примеру у нее плюс один к наблюдательности она эльфика она там смочит всех с лука там белка в глаз попадет знаешь и короче у нее плюс один то есть ей надо выпасть 1 2 3 я думаю кубик у меня у нее у кого нету да я такой сейчас моя удача проверим это короче кидаем кубик 2 ты прекрасно смотришь на пол наблюдаешь что пол у тебя состоит такой знаешь из плиток огромных больших плиток весь пол состоит вот примерно вот так вот кстати плитки есть внизу клеточек кстати чтоб не рисовать ты наблюдаешь что где-то по углам в шахматном порядке находятся плитки они немножко разного размера одни чуть повыше другие пониже то есть ты понимаешь что это возможно ловушки ты можешь прямо до пьедестальщика пройти ничего не тронув если хочешь твои действия удачи оттолкни не на самом деле ты можешь пройти без ничего не затронув ни одну плитку ты наблюдательная ты очень ну для начала нужно проверить подождите подождите для начала нужно проверить а то вдруг ну как ты проверим какие конкретные нет можно я проверю камни нету тут довольно сырое такое помещение колонны заряда допустим я лучник будем стрелять ты стреляю в одной из панелей ты стреляешь в одной из панелей стрела отскакивает ничего не происходит печально ну тогда иду стараюсь идти по панелям которые ты проходишь по панелям аккуратненько в шахматном порядке без проблем добираешься до тарелицы можешь в уферен теперь ты ходить ну повторю то же самое собственно по тем же плитам пойду за нашей так как ты уже знаешь это действие какая плитка я те тоже даю плюс один у тебя тоже и один два три шанс я кидаю кубик он укатился тройка ты удачно добегаешь как как я не знаю напролом перепрыгивая через десять клеточек но тем не менее добегаешь до до тарелицы вы знаете что это тарелицы скорее всего очень дорогая и вы долго искали карты находили по кусочкам ваше действие я предлагаю виталию взять чтобы чуть на башку свалился не вы же видите я еврей жека вокруг чуть валяется нет 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 капать что то с потолка а так нет что то с потолка еле 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 кап так кап кап нервничает кстати кто то из вас нервничает из-за этого начинает нервничать я скорее всего я так то бишь ничего нет ну во первых проверить если ловушка под не знаешь как вот это вот поднимаешь там плитка хоп так как ты проверишь ты и ты воин ты можешь рукой долбануть по пьедесталу и такой прислушался не нету чехи кинома же на чем то стоит вот этот проект и как бы вот но такой трезубцы знаешь что то да 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 3 3 зубина такая и вот она вокруг так стоит ну короче ты помнишь наверно мельница получил ну чё долбанем проверим как говорится ты долбану осторожней по педестальчику тарелка затреслась и сзади у вас закрылась дверь которая здесь стояла не надо было с грохотом так путь и поднялась так наши действия какие в плане как виталии в кубках в кубках в кубках взаимомне осторожность жека насколько там есть какие дырки еще что нибудь в чем потолке да нет трещины каких нету только там где капала там не трещина скажем так видно что по потолку она стекала с угла знаешь так по потолку она с угла течет ну я бы не бы нам не волновался по поводу этой капли на твоем месте то есть когда вы были над этой гробнице никаких водных рек вы не наблюдали это скорее всего просто знаешь там дожди где-то бы прошли и просто капает типа дождевая вода да понятно да 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 она же всегда найдет путь так есть какие предложения листар опытные ну я просто думаю что я живой не тупой да ты такой можно я что то шмякнул колонну сбью ногой там я не знаю может попробовать шмякнуть одну из колонн как ты думаешь осматриваю все что только можно на различные рычаги скрытые панели и прочее ты ничего не находишь ничего подозрительно просто обижаясь еще раз хлопаю его по затылку за то что он бестолочь мне на дамаг мне на дамаг дамаг один от руки а то еще убьешь мало ли у него там хп мало осталось что ну что я не знаю что его по башке вдолбануло минус 2 хп хорошо тарелицу будете брать нет ну и она тут останется и вы домой придете стеночка мешает я беру ты взял тарелицу надевает на голову и уходит ничего не произошло понятно все что надо было все произошло ну мы положили в рюкзак это все понятно все хорошо все хорошо кончается то есть осмотреть тарелицу вы не хотите допустим никак то есть вы за ней столько лезли и увидели тарелицу схватили и сразу в рюкзак давай посмотрим хорошо давай посмотрим ты будешь смотреть да я буду смотреть ты ничего не видишь ты видишь что это ух ты золотая тарелка вот бы пожрать сейчас кто у нас наблюдательный я отнимаю тарелочку и начинаю осматривать ее на различные ты находишь на тарелке возле где вот у нас находится орел что у орла очень странно светится глазик так отблескивает камешек значит да камешек какой то возможно ты можешь помацать его или отковырнуть попытаться помацать отковырнуть стрелой короче ты отковыриваешь его стрелой за ним за этим камешком ты видишь какая то маленькая кнопочка в тарелочке в тарелочке в тарелочке да ну тарелочка такая массивная адекватно зашкаливает ладно я даю Виталию нажать на эту кнопочку у него толстые пальцы не пролезут дырочку у него накаченные накаченные пальцы хорошо тыквы стрелы в эту кнопку боясь за свои нежные пальчики тарелка выскакивает у вас из рук начинает трястись падает перед вами все начинает я даже эффекты вам создам все начинает трястись у вас и яркий свет из тарелки начинает светиться во все стороны и все схлопывается и в итоге вас в этой комнате и пространство сжимается в черную дыру в этой комнате больше нет у меня в кармане так я пытаюсь все это стереть у меня не как он называется фломастер на водной основе так что стирается дольше так что не обессудь купи хороший фломастер где-то в интересной позе лежат два трупа ну возможно трупы кстати а может их перенесло куда-нибудь знаешь там между стенами нет а значит это заворован это тоже запал возможно кто кто знает так следует моя поза будет тяжело определяемой за плащика следующие персонажи у нас идут у нас идут как догадаетесь кто вор это наш наш вор жулик не воруй жулик не воруй да есть у нас воры что прям так и говорить ну они как бы вы этого не знаете но по игре как люди ну между собой они это знают но по игре пока ты не скажешь они этого знать не будут аааа вот так вот приятно познакомиться меня зовут Александр Мак по профессии профессиональный вор Александр Мак запишите там кто кто хочет может нужно даже так выбираем цвет аааа ха 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 кстати кто же там хотел черный взять эх не повезло черный черный ну это пимпочка какого-то комбинезона или что-то и подобное будет черный типа того прикид обычный кожаный Артем повтори пожалуйста как тебя еще раз зовут Александр Мак Марк Марк или Мак Ммм Марк лучше звучит пускай будет Марк собственно прикид обычный кожаный без плаща присутствует по внешнему виду лук какие-то стрелы приспособления визуально непонятно пока по крайней мере ну да пока я не скажу что там читай масса в комбинезоне ммм я один? подожди пока ну а что надо толпой? одинокий победитель неаа ты тут дорога у нас тут такая дорога идет я не знаю видно у меня фломастер перестал писать круто а ты его потряси духами на него поближе вкусно запахнет так ну ты идешь после какого-то задания очень очень такого знаешь сложного нудного задания где тебе мало добычи было идешь вдоль дороги и видишь замечательный такой богатенький домик вот он так примерно его ландшафт ну как вот план выглядит примерно да а это дом? это дом да это дом он такой вот вот здесь окна чтобы было понятно здесь окна у нас стражи собак охраны свет ты видишь что на втором этаже первый этаж у нас полностью под клетками у тебя ты же не будешь там с ножовкой стоять пилить их второй этаж без клеток окно открыто на втором этаже и источная труба у нас здесь здесь источная труба окно приоткрыто и мелкий маленький свет такой знаешь пробивается в ночь кстати ночь где-то час ночи возможно где-то так ну в другое время я бы не ходил по улице окно открыто как можно открыть фонари стоят вот здесь допустим освещает вот так вот и вот здесь вот там вот так вот освещает хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе а блин а это близко а по ландшафту ты видишь что это довольно богатый дом то есть скорее всего там есть что поживиться хм имеет смысл забраться по водостаточной трубе и аккуратно заглянуть в окошко ну ты можешь это сделать ну ты же вор ты заглядываешь в окошко наблюдаешь что ты видишь, что здесь у нас стоит камин, который уже очень сильно догорает. Допустим, вот так вот камин. Очень сильно догорает. Здесь ты видишь, здесь ты видишь дверь стоит, закрытая. Здесь ты у нас видишь, ну, стоит, допустим, стенка тут вазон какой-нибудь с цветками. Здесь у нас книги вот так вот идут, какие-то непонятные. Тебе это как бы не особо важно. Ты же заглянул отсюда и как-то увидишь, примерно. А, насчет вазона, да, я соврал, ты это не видишь. Так, ты тоже это не видишь тут, тут, я не знаю, что ты тут видишь. Ну, камеру стену. Стол, видишь и стул. Не, ну, ты же заглянул, так знаешь, бабушку завернул. Я из-то дома. А, ну ладно. Сейчас же вроде аккуратно пытался. Ты заглядываешь и видишь это. А, кстати, вот здесь вот посреди ты видишь пьедестальчик, на котором стоит сундучок. Так, вот туда я пойду явно в последнюю очередь. И сундучок явно такой, знаешь, зеленоватого цвета, темно-зеленого, с золотыми об этими, кантиком или как он золотого, это оттуда мы выпрыгиваем. Давай действия. Здесь стоит длинный стол такой. Здесь стоит свеча, она и тоже еле для горает. Уже видать очень давно зажжет, зажженная. Хочу подойти к двери и заглянуть в замочную скважину, если она есть. Здесь два стола и здесь, по всей видимости, тоже стол стоит. Офигеть, столов слишком много. Ну, люди, здесь стулья и как бы берут книги и читают. А, люди любят читальные салфы. Может быть, это читальный сайт, может, библиотека, может, еще что-то. Ты подходишь к этой двери, ты наблюдаешь, что с этой стороны ну, просто какая-то комната, возможно. И никого нет. Какая-то комната, тут лестница, вот, блин, плохо слышит, тут лестница вниз, тут какой-то часы, к примеру, стоят, да. Дверь в какую сторону открывается? Как много видно в скважине. На тебя. На меня. Возьму стул, заблокирую дверь. А так, нафиг и пожарный. Стул, берешь стул, заблокируешь дверь. Я верю тебе, короче, ты заблокировал. Окей. Так, впоследствии я хотел бы осмотреть комнату на наличие в ней ценного имущества. Непревенченного. Непревенченного? Ну, может, подсвечник какой, может, он что-то стоит. Жека на шалере, да? Не, на шансы он вор. У него есть шансы. Нормальный ворк. Ешкин цвет. Тем более, такой, знаешь, просвет везде хороший, так что нормально. Ну, и заодно, перед тем, как идти к сундуку, хотел бы осмотреть все книжки. Вдруг там что-нибудь ценное. Ну, ты проходишь сюда, видишь, что здесь лежит кот. На столе прям спит. Кот спит. Выкиньте лошадь. Выкиньте лошадь. Блин, что дверь я заблочил, так что, что мне париться? Он на тебя не обращает внимания, видать, знаешь, такой холеный кот наелся очень хорошо, ему пофиг вообще на все абсолютно по жизни. Подойти, что ли, погладить? Не, наверное, не надо. Хотя... Ты находишь книги какие-то, возможно, интересные, неинтересные, какие-то романы, там, я не знаю, унсионный ветром, там, зачитался, стал, ну, блин, всплакнул, возможно, я не знаю. Хочу повнимательнее изучить место, на котором лежит кот. Это обычный стол, обычный деревянный стол. Ну, не залазь на стол. Обычный деревянный стол с ножками деревянный, ну, тут ничего такого, просто портит стол. С безопасного расстояния хочу осмотреть сундук. Ну, ты осматриваешь сундук, видишь, что сундук, возможно, под какой-то охранной системой, тебе не ясно под какой, потому что, скорее всего, он лежит на какой-то площадке, что если сдвинуть сундук, то он начнет какое-то действие происходить. Возможно, даже на тебя упадет какая-то клетка. Ты можешь взглянуть наверх и увидеть это, если захочешь. Внимательно осмотреть не только вверх, но и стены, и пол. Ну, наверху ты видишь, что действительно очень странный квадрат такой, представлен, что здесь квадрат такой стоит над тобой, как будто бы. То есть, если ты, возможно, возьмешь этот сундучок, то он на тебя упадет, этот квадрат в виде клетки. И он не заденет ни стол, ничего. Как метко. Да, он тут выстоян. На полу ты видишь просто дорогой какой-то ковер, но он слишком большой, чтобы ты его свернул и вытянул в окно. Обидно. Ладно. Так, так, так. Хочу внимательно смотреть пьедестал. Ну, ты видишь там плитку эту? Ничто не отходит, все великолепно подогнано. Ну, да, да. Если ты возьмешь сундук и берешь его резко, то сразу же получат он щелк и что-то произойдет. Ты знаком с этой системой, ты знаешь, что это такое. Тебе надо что-то такого же размера, такого же веса. Кот. Ладно, я не живодер. Как вариант, ваза. Ваза того же веса, как... Вот это? Да. Или какая? Нет, он большой, как горшок, знаешь, чуть ли не под дерево. То есть тебе придется взять и тянуть через... Ты как бы сильный, ты вообще... Ты себе не описал особо. Но, кстати, ты под капюшоном, так что, возможно, нам тебя и не видно. Так, книги не прокатят. Стол? Нет. Почему книги не прокатят? С копочкой сложи. Все зависит от размера сундука. Ну, он размером с книгу чуть больше может. А, ну, тогда, господи, 12 книг беру самых тяжелых. Ты берешь книги, аккуратненько заменяешь книги, убираешь сундук, заменяешь книгами. Светка над тобой чуть-чуть пошатывается, но не двигается, ну, но не падает. Окей. Я беру сундук в охапу и сваливаю отсюда. Разберусь с ним потом, где-нибудь, в безопасном месте. Как только ты с довольным, ты берешь подсвечник? Ты не описал его, он сильно дорогой. Ну, ну, дорогой, ну, ну, не знаю, на обед один в... у нас в борделе хватит. Странно. А он один на... Да, он один. Хочу его смотреть повнимательнее. Ну, просто подсвечник. Видно, что свеча долго горела и под... прям по подсвечнику текли вот эти... птек воск, и, возможно, там уже прям на столе немножко натекло. Думаю, что в таком виде он меня мало интересует, и я его, пожалуй, оставлю. Ну, окей. Как только ты проходишь мимо вазона, в соседней комнате простукивают час ночи или два, или, допустим, полпи второго. Ну, я не помню, во сколько мы там говорили. Час, допустим, да? Допустим, полвторого. Полчаса ты тут полазил, полвторого простукивает, начинает орать ход, испугался, поднял голову, увидел тебя, начинает дико орать, потому что неизданно ты тут находишься. Ты слышишь, что по лестнице кто-то начинает бежать, и в это время все створки закрываются. Все двери автоматически, да, закрываются. Твои действия. Ты слышишь, что снизу там кто-то с матами прям бежит? Ты же говорил, я сильный. Ну, это ты меня пиши, какой ты. Ну, метр восемь. Восемьдесят четыре, я думаю, достаточно мощный. В таком случае, я хочу еще вот этот вот стол притащить туда, где уже стоит стул, и помоноёжнее, да. Он слишком большой. Он очень длинный такой. Вот те два, которые рядом с книгами. А, рядом с книгами. Вот эти. Пока ты их тащишь, слышишь, что уже начинает кто-то долбиться. Скиф, какого ты цвета? Это белый, это желтый, это зеленый, это красный. Ну, я думаю, что это понятно. Ну, зеленый. Окей, ты зеленый. Скиф начинает долбиться с матами. Или не с матами, а то он мне пусть расскажет, как он выражается. Начинает долбиться в двери. Так, стоп, стоп. Мне просящий, надо что-то рассказать, или я просто долблюсь с матами. Ну, он тебя еще не видит. Я же не вижу. Долбишься. Ты стоп. Ты тащишь стол, да? Ага. Ты начинаешь его... Ну, ты закрыл столом. Хорошо, ты закрыл... Ты стол убрал или как? Или... Наверх фактически. Ну, для большей тяжести. Ну, ладно, допустим. Стол, ну, допустим, стол. Хорошо. Стол, стол. А что ты будешь дождаться? Дом мой? Дом твой. Ты холодильник. Ну, самое забавное, что он подпер дверь, а в двери, знаете, есть такая дверца, как для котов. Ну, да, кот здесь живет, да. И я вот в эту дверцу выглядываю. Докотолка. Там темно, там все уже догорело. Тьма, тьма. Тут башка твоя торчит. То есть ты вот так вот лежишь, да? Если сейчас дать позицию. Он довольно широкий, кот жирный, он здоровый. Ну, да, да, да. Я, в принципе, не особо широкий в печи, я туда способен протиснуться. Мы видим твое лицо, опиши себе. Так, ну, зовут меня Роберт Гроу. Я, собственно, доктор средних лет. Немного сгерошенный, трехдневная модная небритость. Слегка выпивший. Как еще раз зовут? Отдыхал после тяжелого рабочего дня. Как тебя зовут? Роберт Гроу. Роберт Гроу. Роберт. Что-то хотели спросить, я забыл. Щупленький на вид. То есть, ну, так, просто среднего телосложения. Доктор, ты какой? Ветеринар. Хорошо. Ну, то есть, понятно, почему кот. Ну, хорошо, ты так и выглядываешь, да? Хорошо, что ты делаешь? Поборовшись немножко с желанием засандалить с ноги по этой очень умной голове, которая лезет туда, куда не надо, осматриваю внимательно камин и ищу дымоход. Ну, ты видишь, что, скорее всего, дымоход такой очень старый, то, возможно, если ты и будешь лезть по этому, то, во-первых, ты будешь весь как чернокожий афроамериканец, скажем так, да? Потому что нечищенный очень, по всей видимости, давно, особенно по небритости, это можно сказать, что ему не до камина было. Ну, а во-вторых, ты видишь, что он немножко так завален, то есть шанс, что тебя там и завалит нафиг. Как оригинально и весело. То есть, не особо вариант. Ну, тогда как вариант, тут вариантов мало, спрятаться за этой вазой, раз она здоровая. Прячешься за вазой. Ты долбишься. Ты так и продолжаешь там кричать оттуда матом или встал? Так, ну я пытаюсь пролезть в комнату. Ну, ты пролазишь, да? На шанс бросить, что он пролезет. Да, ёшки цвет, вот уж уж. Ну, я не знаю, я просто не представляю, насколько надо быть дрещавым. Ну, брось, ну, брось. Ты не представляешь, насколько толстый кот? А если он застрянет посредине? Как балерина будет с этой дверью? Я буду над ним стебаться. Ну, надо, надо. Он либо сразу в плечах должен застрять, либо не должен вообще. Ты в плечах застреваешь? Ну, ладно, я кидаю. У тебя, ладно, я тебе поверю, да я тебе даю тебе шанс 1, 2, 3, 4. Хрюмаси. Ну, тогда щуплый. Том-то свой. Не поверите, один честный выпал, он улетел. Ладно, пролазишь. Чпок такой. И здесь уже. Чпок. Соги за кучу, чпок. Ну, может, маслом обмазался, знаешь, чтоб легче. Я пока молчу, но стою газовый стрел. Газовый стрел, окей. Ты что делаешь? Матерять, осматриваюсь. Твою налево, где этот грёбаный? Ну, как ты осматриваешься? Куда ты идёшь, я не знаю. Так, ну, иду проедать кота, как он там цел, жив, невредим. Ты подходишь к коту, кот на тебя смотрит с боящимися глазами. И немножко... Сейчас, и немножко, знаешь, так, посматривает, где жрачка, ты чё, пришёл сам. Ну, и смотрю, конечно же, на сундук. Что с сундуком? И ты видишь, что там книги. Ты замечаешь, что эти книги довольно интересны, но это не сундук. Ты выцеливаешь его и стреляешь ему... Да, не стреляю, не стреляю, в целе выцеливаю. Просто выцеливаю, окей, хорошо. Даже не натягиваю тетиву. То есть, ну, допустим, мы не говорили о каком кусте, но, допустим, куст закрывает тебя с стоящего в полный рост, я такой, или как... Ну, ты же говорил, что она там здоровая. Ну, допустим, да, у тебя полный рост закладит. Тем более, здесь не особо светло уже, свеча догорела, и... Я начинаю осматривать тогда остальное помещение. Ну, куда ты идёшь? Ну, соответственно, по круговой, по комнате. Просто всё сподряд. Так или так? Да. Ну, по часовой, да. Хорошо. Ну, ты проходишь, ты его не замечаешь, он же швор, ты его не замечаешь, прекрасно. Ты подходишь к окну, наблюдаешь, что в окне... Ну, вор, когда пролазил в окне, он случайно зацепил кусочек майки. Да ладно? Настолько маленький, что даже не заметил. Я профессиональный вор или как? Нитка, ладно, нитка. А, ну ладно. Он увидел нитку на жёлобе, которой не было. Он пьян, но наблюдателен. Ты понимаешь, через какого... через какое окно он залез. И может про себя материшься, что опять консьержка не закрыла за собой окно. А на бок находит? Нет, ну, я имею в виду, что она проветривала и забыл закрыть. Ну, тут же... Может, Карлсон? Это вдруг я консьержка. У нас в окне. Может, Карлсон? Так, ну, тогда нитку. Нитка, это всё-таки след. И код, я думаю, запах может вычислить. Хренасик, у тебя кот. Ну, хорошо, ты берёшь нитку, несёшь коту, и... Код на тебя смотрит, как ненапонятного человеку. Такой что-то от меня куча. Но я слегка выпил, мне вдруг показалось, что хорошая идея. А, до этого. Хорошо. Так, ну, я понимаю, что в любом случае, если есть нитка, то кто-то есть. Потому что нитки раньше не было. Поэтому я решаю обыскать укромные уголки внимательней. Ты заглядываешь в камин. Оттягивайся. Камин. Камин. Камин заглядываешь? Да, в камин. Ты заглянул в камин, тебе на голову посыпалось немного золы. Ты такой общи там. Матерюсь. От золы, да. Немножко материшься, естественно. Вот так это. Чего-то мама вспоминаю там. Ну, и где обезьяны? Ну, и другие. Другие углы, опять же, против часовой теперь осматриваем. Ты посмотрел здесь. Прям щупаю там все везде. Ты посмотрел здесь, ничего не увидел. Ты подходишь к этому углу. Стреляю. Ты стреляешь в него газом настолько, из-за того, что он рядом с тобой, ты начинаешь тоже чихать. Потому что газ слишком близко на тебе взорвался. Вы оба начинаете чихать, в этот момент у тебя падает сундук из руки. Или где он у тебя был, подожди. Вообще, скорее, к поясу привязал, раз он не такой большой. Чем ты привязал? Вот цепью, ниткой. Как ты привязал? Дай подумай, дай подумай. Вообще веревка. Суничка. Веревкой привязал, хорошо. Раз он таких здоровых размеров, то есть как книга. Не, ну небольшой, ну да, как книга примерно. Сундучок. Ну, может быть, тогда и хватит вместо в сумке. Тогда в сумку. В сумку ложишь, да? Вы начинаете его бочихать, в это время побегает кот. Давайте кота сделаем, я не знаю, вот таким вот. Он широкий. Вот такой кот у нас будет, вот. Он подбегает кот и вцепляется тебе в торс как-то. И на ногу прыгает, вот. Ничего себе, кот. На ногу прыгает кот. Он увидит, что вы его бочихаете, видит, что обидели его хозяина, тот, кого кормят. Кот вцепляется тебе в ногу. Хороший котик ее паразитет. Да, а котик такой, ну да, с размером, как так, самому что. Хрен на себе котик откормленный. Ну, он такой холененький, да. Так, я что могу сделать? Ну, ты чехать, ты конкретно чехаешь, падаешь. Падаешь, чехаешь, слезы, ручьем, маты, ручьем тоже, все ручьем, короче. Все надежды на кота. Ну, собственно, избавляюсь от кота, ищем, люсь к двери. Кто-то очень избавляет. Ты кинул кота, ты кинул кота об стол, он... Он не так же жесток. А, хотя, если он вырубился, то ладно. Что ты сделал именно, объясни. Что ты именно подумать. Ну, не знаю, скинул кота в его же хозяина и побежал к двери. Ты кидаешь на... Он не знаю, ноги, ты ногой кидаешь на хозяина. Кот, шипя, стоит на груди своего хозяина. Плющит у него. Не, ну кота уже не плющит, потому что... Не, хозяина плющит, хозяина плющит по конкретному, да. Ты проходишь мимо него, в это время... Ты будешь как-то ему сопротивляться? Ты же все делаю подсечку. Подсечку. Вор падает. Точно. Рукой там, ногой. В это время код прыгает вору на голову. Господи, у меня купюшон. У тебя купюшон. Он сдирает себя купюшон. Как ты выглядишь, как ты выглядишь. Расскажи. Удома сдирать не искали. Показывает хозяину. Я заслужил. Волосы под этим самым, под коре, поэтому они закрывают лицо. Ну окей. У тебя потлаты волос только спереди. Относительно. Ясно. Он тебе на голове, что ли? В это время ты уже начинаешь продирать глаза. Годы тренировок алкоголем тебя пропитали. У тебя есть некий, скажем так, расти. Сундук выполнят, я уже не помню. Сундук у него еще в рюкзаке. Сундук. На какая сумка? Она как рюкзак? Округ меня есть какие-то тяжелые предметы. Вообще, да, она получается через это самое, через плечо. То есть, не мешало, ну там, через плечо. Ясно. Вот у тебя есть подсвечник. Вот, беру подсвечник, атакую подсвечник. Ты бежишь к нему с подсвечником или кидаешь в него подсвечник? Бегу к нему с подсвечником. Хорошо, в это время уже стал. Я с него кидаю, что я не кидаю, я боюсь попасть в кота. А у тебя на голове код. Вот даже вот. Окей, ты взял подсвечник, бежишь с подсвечником. Вы кидаете, ты, ты, в тебя летит кот, что ты будешь делать? Увернусь. Увернусь, код с визгом. Код с визгом летит. Я не могу поверить под моего 9 жизней, в отличие от меня. Увернусь, да, давайте, правильно, правильно, да. Ну вот ты, ты пьян, у тебя давайте минус один, так что. Или ты, ты как, ты пьян или такой слегка выпивший? Я слегка выпивший, я слегка выпивший. Слегка выпивший, тогда это плюс один, извини. Это маневренность, ты сам идешь и уже уворачиваешься. А я в это время готовлю дубинку, просто как нео. Да, у тебя плюс один, значит один, два, три. Да куда что-то катишься, перекинулся, сам не вижу. Я видел там три. Идите, это кубик, блин, гребаный. Перекину, потому что сам ничего не вижу. Три. Уворачиваешься, код с визгом влетает в книги, шипящим таким непониманием, такой, что ты, произошло, мать вашу, всех порву. Что делаешь? Ну, вернусь. Ну, под свечником таки. Ну, ты бежишь к нему вплотную, а ты дубинку достал, да, в это время? Дубинка у тебя с собой была, да? Конечно. Вы схлестнулись по свечникам и дубинкой вместе. Epic Battle. Да, да, да. Fatality, Kill Him, там, я не знаю, Fight. Ну, вы деретесь, я не знаю, как-то, боретесь, ладно. Под свечник выскальзывать у тебя из рук, и вы оба падаете на землю в это время, чтобы не затягивать. Падаете вместе настолько сильно, что сумка раскрывается и выпадает оттуда сундук. Я портного точно убью. Тянусь к сундуку скорее. Ты тянешься к сундуку, он впереди тебя, ты сзади него, что ты будешь делать, Клим? Артем. А, ну, дубинка-то у меня недалеко, она еще на такой повязочке. В жопе. Нет, по голове. Бьешь по голове, окей. Ну, ладно, 1-2, потому что ты же не воин, ты вор больше. 1-2. 2, ты ударил его по голове, он с матами держится за голову. А ты что ж, ты ж, ты поднимайся. Он лежит. Он лежит. Надоело поправлять очки и их сниму. Что ты будешь делать? Сундуки, беги. Так там заблокирована дверь, я же специально старался-то. Вышвыриваешь у него табуретку. Окно. Окно закрыто. Не закрыто. Эти железные станки не пустились. Иначе я сюда давно уже слился. Ну, извини, чувак. И добиваю его дубинкой до беспамятного состояния. Ладно, ты дубасишь его дубинкой. Еще раз. 3. Промахнулся, ты в пол ударился. Ну, ладно, реально? Ну, 1-2 утил. Не, ну, понятно. Дубинки измены в лоб. Уже не пыль. Скиф, что ты делаешь? Ты за голову держишься, но ты встаешь или может ему ногой подсечь? И пользуюсь моментом, все-таки хватаюсь за сундук. За сундук хорошо. Вы схватились вместе, держитесь за сундук. Обеими руками. А зачем мне сейчас сундук? Мне его владельцы. Ты бросил, ты отпустил, да, сундук? Ну да. Ну, раз он начал хвататься за него, я отпустил, чтобы он летел дальше. Ты схватил сундук и держишь его. Замечаешь, что немножко шаткий замок, ну, там не замок, там, знаешь, такая защелка, немножко шаткий, то есть, возможно, он может открыться, этот сундук. А вообще, хозяин хоть в курсе, что в сундуке-то? Я по какой-то невероятной причине решаю его открыть. Он знает, но тебе, естественно, не говорит. Чтобы проверить, что там на месте или все. Мы пока только матами, вроде бы, общались, и то только с его стороны. Я молча, как рыба. Молча, выслушивала, да, в свою сторону? Хорошо, ты открываешь сундук, ты открываешь его к себе или к нему наружу? К нему или к себе? Жди к себе, я же пытаюсь посмотреть. Ну, к себе. Все ли на месте, то, что там было? Ты открываешь сундук, видишь там ту же тареллицу, что мы наблюдали в прошлом. Ой-ой-ой-ой. Все на месте. Ты с легкостью вздыхаешь. Фух, типа слава яйца. Мы это делали зря. И сейчас два тела таких, оп. Оп. На дереве висю. Вишу. Ну и, что дальше? Так, так, еще открыл, посмотрел на тареллицу и все, успокоился. Закрываешь там, сбросаешь, может, в него, или что еще ты делаешь? Зачем бросаю, беру тареллицу в руку и бросаю вот эту саму коробку, в общем. В стиле матрицы уклоняюсь. Ну, ладно, у тебя один-два. Шесть. Не уклоняешься. Конкретно сундук летит на тебя, прям повисает на твоей голове, я не знаю, уместиться, не уместиться. Он же вроде тарелкой швырялся. Тарелка не... Не-не-не-не, тарелка у меня в руках. Сундук прям на голову у тебя садится, как прям ведро на голову, и ты ничего не видишь. Тарелка точно такая же, как у ей уложил там, ничего не переменилось. Нет, абсолютно она... Это семейная реликвия, ты давно знаком с этой тарелкой, очень рад, что она у тебя есть, тебе пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушка ее подарил когда-то там. Ну, ты понял, в очереди каждому. Своему сыну, отцу, отцу, сыну, короче, и так далее. Семейное наследство. Да-да-да. Кто что будет делать? Снимаю сундук с головы, он плохо смотрится. Я не боюсь, я решаю перейти на другую сторону. Встава уже наконец-то и осмотреть свое сокровище. То есть вот тарелка, на противоположную сторону. Ну, ты смотришь, это та же тарелка, все, обычно тарелка, да? Обычная тарелка, просто золотая, обычная тарелка с орлом на... Внутренней стороне. Тогда кидаю в него нафига на мне вообще. На фрисби. О, ловлю, ловлю! Я не буду прокидывать шансы, ты сто процентов ловишь эту, ты сникидываешь с себя сундук, ловишь тарелку. В это время сзади тебя стол, из-за того, из-за вашей борьбы, грохота по земле, стол падает и дверь... и стул падает, дверь чуть-чуть приоткрывается. Подготавливаю вспышку. Ну, хорошо, ты сделаешь вспышку, ты кидаешь в него или под себя? Подготавливаю. Хорошо. Ну, это что, впоследствии быстрее, что? Кто что делает? И зачем ты убежал туда, и откидал, и отдал бы то, что? Вот, вот, вот. Сваливаю в дверь! Я вдруг понял, что мне тарелка не нужна. А, окей, спасибо! Ну, в смысле, молчу и убиваю. В это время кот... Кот подбежал сюда. Смотри на тебя. Кот, как я не буду смотреть. Что происходит? Ты что сделал? Вадхай, вадхай. Вдм, хозяин. Ты глупый или что-то? Ты ничего не будешь ему видать? Ты не будешь ему мешать? Пусть убегает. Пока ты соображаешь, я убегаю. Ты не будешь, да? Нет, я его догоняю, таки, с котом. Ну, ты бежишь здесь, кот сзади тебя, ты на это время уходишь сюда. Здесь я нарисую, здесь у нас есть окно. В основном, мы их не условия, я сейчас проигрываю. Бросаю вспышку, кидаюсь в окно. Бросаешь вспышку, здесь дым такой, знаешь, искры, все такое, ты опять чихаешь, кот-кот фыркает, бежит обратно к камину, не, к камину, к своему месту. Вот, вот, ты в окно и ты убегаешь. Все замечательно. Ты с матами чихаешь и остаешься здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok